Меня зовут Татьяна Моргунова, я карьерный консультант и практикую сейчас HR-бизнес-партнер в американской компании по производству фармпрепаратов и оборудования. Я живу и работаю в США с 2017 года и последние два года помогаю русскоязычным иммигрантам находить работу, кому-то первую работу, кому-то не первую. И данное интервью является частью проекта, который я задумала для того, чтобы разобраться, какие, собственно, есть в США профессии и как добиться успеха человека, который приехал в другой страны, собственно, что ему нужно сделать, чтобы стать успешным. И для этого я пригласила сегодняшнюю гостью. Это Катя. Катя Фомина. Она успешный агент по продаже недвижимости в Калифорнии. Уже более 15 лет она занимается этой деятельностью. И, Катя, наверное, будет здорово, если ты сможешь немножко рассказать о себе. И, возможно, надо начать с того, как ты оказалась в США и как давно сюда переехала. Да-да, привет. Меня зовут Катя Фомина. Я брокер по продаже недвижимости в Кремниевой долине, Берри. Приехала в Штаты 20 лет назад и приехала по студенческой рабочей программе. Вот. Потом я здесь осталась и первое время работала, как вот все, наверное, студенты в молодости, да, в ресторане. Несколько лет. И за это... То есть в real estate недвижимость я совершенно случайно попала. У меня никогда даже вообще не было ни мечты, ни... Я даже не знала, наверное, про эту профессию вообще. Вот. Но за какое-то время работы в ресторане мне очень надоело общаться с людьми, чтобы говорил, да. И я решила, что я хочу работать в офисе. То опять же... И тут совершенно случайно мне сказали, что вот есть человек, который занимается ипотеками, он работает в офисе, ему нужен ассистент. Я такая, ну классно, я буду в офисе работать. Вот. Вот так я занялась недвижимостью. И потом он мне, когда я ему помогала, там, звонки и так далее, потом он говорит, ну что, так сдай на лицензию, я тебе буду больше платить. Я говорю, а зачем мне сдавать? Я вообще не собираюсь в недвижимости себя. Я даже не вижу, не собиралась там работать. Говорю, что мне сдавать? Он такой, ну пусть будет, мол, чего тебе? Ну вот так я пошла, отдала на лицензию. Это было, сколько, 16 лет, 17 год назад. Ну то есть, получается, это был не сознательный выбор профессии, а так сошлись звезды. Да, и насколько вот я общаюсь с другими риэлторами, ни у кого такого не было, что вот закончил школу и пошел учиться на риэлтора. Все были какими-то маркетологами, экономистами, но только не риэлторами первоначально. То есть у меня тоже первоначальное образование лингвистическое, я училась на переводчика. Это большой плюс, конечно. Явно, что ты еще фотографом была. Не знаю, фотографом ты была до или параллельно? Это было параллельно, это как было, как мое хобби. Потом оно переросло в работу, когда я стала, очень стало много желающих. Я стала брать за это деньги. Вот, а потом недвижимость пошла просто очень-очень в гору. И, к сожалению, на фотографии не осталось времени, потому что фотография тоже такое, где нужно постоянно учиться чему-то новому, технике, там, новые фотоаппараты, новые всякие софтвера. Не было на это времени. И, получается, забросила. Ну, решила, что что-нибудь выйду на пенсию, возобновлю. Окей. Ну, ты счастливый человек, у тебя был хороший английский, когда ты приехала в Америку, но мы знаем множество людей, приезжает кто-то с нулевым, кто-то с базовым, кто-то со средним. Поэтому вопрос из твоего опыта. Ты наверняка знакома с множеством различных агентов по недвижимости из твоего опыта. Насколько английский является решающим фактором? Ну, понятно, что когда есть хороший английский, это успех как бы намного быстрее придет, да? Есть ли английский не очень? Есть ли надежда все-таки в этой сфере вырасти и добиться успеха? Ну, есть, я думаю, но это гораздо сложнее, то есть тебя ограничивают. Во-первых, нужно экзамен сдавать по-английски, да? Там, я точно не помню, но вроде бы то ли 200, то ли 250 вопросов, которые риэлтор должен ответить. То есть это все тогда, получается, она как бы вызубрит, если ты не знаешь. И потом, получается, тогда твоя сфера влияния ограничивается, вот если ты только по-русски говоришь, только людьми, которые говорят по-русски. А потом, как же, а если агент с другой стороны или продавец с другой стороны не говорит по-русски? Ну, то есть это, в принципе, в теории возможно, но будет гораздо, гораздо сложнее. И так попасть в недвижимость, в работу недвижимости сложно, а если еще ограничение с языком, я думаю, будет еще сложнее. Поэтому язык очень важен. Ну, ты лично знаешь кого-то, кто, как ты знаешь, имел плохой английский, но все-таки как-то выбился? Да, и сейчас знаю, сколько агентов из других стран, амигрантов, по телефону разговариваешь, ничего не понятно, что они говорят, но как-то работает. Ну, а вообще, на самом деле, моя брокер, на которой я много лет работала, она стала еще моим ментором в итоге, она тоже мигрантка. Она приехала из Венгрии сюда в 70-х годах и сказала, что когда она сдавала экзамен, она тупо вызубрила все слова и даже не знала, как это все переводится. Ну, а потом у нее сложилась успешная карьера. Вот сейчас она уже на пенсию вышла, ну, лет 40, даже больше 40 работала в недвижимости. Ну, и, конечно же, уже со временем английский уже выучила. А как выглядит экзамен? Ты говоришь, вызубрить слова, то есть ты знаешь заранее вопросы, соответственно, можно вызубрить ответ или как это работает? Там экзамен идет, по-моему, там на каждый вопрос дается 4 ответа, и нужно правильный. То есть, а все вопросы тебе, соответственно, перед экзаменом, ну, когда ты учишь, у тебя есть все эти вопросы, просто их там не тысяча, две или три, а потом просто на экзамене тебе попадается билет или как, я не знаю, там называется. Там будет из них 250 или 300 вопросов, честно говоря, не помню уже. Скажи, какой процент твоих клиентов русскоговорящий, какой англоговорящий имеет ли это? Наверное, 98% русскоговорящий у меня сейчас. Ну, так совершенно случайно получилось, то есть тоже как бы я не планировала этого, у меня были и англоговорящие клиенты. Ну, потом с развитием соцсетей ты как-то и новой волной айтишных эмигрантов, которая вот, наверное, сколько, лет 6 назад, да, произошла, все больше как-то общаешься с тем, кто говорит по-русски, ну, и потом разрастается. Они меня рекомендуют кому-то своему. Ну, и потом, когда я поняла, что у меня очень много клиентов, кто говорит по-русски, многие, в принципе, не понимают еще даже некоторых слов по-английски, вот этот технический язык. То есть мне пришлось переучиваться и находить эквиваленты, как это слово будет по-русски, то есть там appraisal, foreclosure, я вот этого всего не знала, а потом сейчас выучила. Вот, ну, и таким образом, когда я поняла, что у меня большого количества клиентов русскоговорящих, я намеренно потом перевела все свои соцсети на русский и всю свою рекламу, маркетинг у меня теперь по-русски, потому что если клиенты идут оттуда, соответственно, туда у меня идет реклама. А как искать первых клиентов, с чего начать? Потому что я знаю, очень сложно. Вот в одном из твоих видео я услышала, что первые полгода работаешь в ноль, кто-то другой говорил, чуть ли не два года работаешь в ноль. Как раскрутиться? Да, можно и больше. Получить лицензию очень легко. На самом деле, я даже думаю, что это слишком легко, получить лицензию, потому что каждый может стать риэлтором за несколько месяцев. А что дальше? Дальше вот начинается самое сложное. Получить первых клиентов, наверное, зависит от человека. То есть обычно, как говорят, иди, используй свою sphere of influence. То есть это родственники, друзья, знакомые. И оттуда уже искать каких-то клиентов сначала. А потом уже они тебя будут в надежде рекомендовать каким-то другим людям, когда ты уже, ну и твой бренд уже, скажем так, установится. Ну, то есть других путей, кроме как нетворк, знакомые, в принципе, нет. Ну, можно в теории еще, наверное, покупать какие-то лиды, да, лидс. Или cold call сделать, или как учат еще там door knocking, или звонить там листинги, которые expired, или for sale by owner. Ну, это, наверное, гораздо сложнее, чем все-таки какого-то родственнику или знакомому, кто продает или покупает недвижимость, оказать эту услугу. Легко ли стать агентом? Любой ли может стать агентом? Умеет ли значение образование? Я, насколько я знаю, никаких пререквизитов, ну, то есть требований нет, что вот человек должен быть обязательно выше образования. Не обязательно. Но если оно есть, какое наиболее полезно было бы с твоей точки зрения? Ты знаешь, даже не знаю насчет, какого полезного. Опять же говорю, что сколько знаю риэлторов, у всех просто разный бэкграунд. Кто-то, да, там кто-то был учителем, кто-то маркетологом, кто-то экономистом, инженером абсолютно из IT, даже зная, люди вот уходили. То есть образование неважно, и, как уже сказала, на экзамен сдать, в принципе, легко. Там большое количество материала, очень много книг, но, то есть я сдала и на лицензию риэлтора с первого раза, и на брокера с первого раза. Это просто нужно посидеть и получить это все, запомнить там термины и так далее. А сдать, то есть образование никакого такого, ну, не нужно ничего для этого. Ну, легко говорить, когда у тебя филологический факультет за плечами, да? Нужно просто посидеть, потому что, опять же, смотрела видео других риэлторов, а человек говорит, ой, я третий раз уже сдаю, но никак у меня не получается. Вот было такое. Я, когда, помню, сидела в очереди на экзамен, и там люди между собой разговаривали, ждали, пока нас запустят. И тоже некоторые говорят, я уже третий раз здесь, я уже четвертый, а я первый, и мне так страшно, думаю, ничего себе, это так сложно сдавать. Ну, потом сдала, а когда на брокера сдавала, я вообще первая вышла оттуда. То есть они еще там кто-то все сидели, писали, а я думаю, ну, если я не знаю ответ, я не знаю ответ, что я буду там час сидеть, что, то есть это ничего не будет. И первая сдала, ушла, и тоже сдала. Хорошо, мы выяснили, что образование значения не имеет, наверное, имеет значение какие-то качества, soft skills так называемые, да? Какие бы ты три качества назвала, которые самые важные? Ну, во-первых, да, надо понять не то, как я тогда, что я не хочу работать с людьми, я хочу работать в риэллсе, это все-таки... А кем ты работаешь сейчас, если не с людьми? Работа, я же говорю, то есть, хоть это и называется продажа недвижимости, но ты работаешь с людьми круглосуточно просто. И тут, наверное, одно из главных качеств, что ты должен быть, так сказать, терпеливым и спокойным, потому что есть много сделок, которые идут не так, или много клиентов, которые очень в большом стрессе, тебе постоянно нужно всех успокаивать, тебе постоянно нужно спокойно объяснять все, то есть, нельзя паниковать, если какая-то стрессовая ситуация, то нужно с холодной головой принимать решение. Вот, ну, то есть, я думаю, это первое. Второе, наверное, тоже важное, чтобы человек, ну, человек, чтобы он был сам собой. Некоторые люди считают, что если ты риэлтор, ты там, не знаю, должен ходить на каблуках, в пиджаке, там, ездить на Тесле, или там что-то такое, но если ты, только когда ты будешь сам с собой, тогда люди тебе начнут доверять, то есть, они же видят, что ты настоящий. Тогда, а риэлторы разные бывают, то есть, ну, и кто-то продает дома, например, там, за 30 миллионов, он продает один дом в год. Я, наверное, могла бы тоже заниматься этим лакшери-сегментом, но это не мои люди, то есть, я не хочу работать с людьми, которые, то есть, продают, покупают дома за 30 миллионов. У меня, я хочу работать с такими же, как я, в том плане, что, например, мигранты, да, которые первый раз покупают недвижимость, ну, или второй, например, то есть, которые такого же возраста, как я, у которых таких же интересов, как у меня, тогда очень легко получается. Вот, а насчет третьего качества, не знаю, например, меня просто очень сильно раздражает и бесит, когда другие агенты не поднимают трубку, не отвечают на имейлы или играют в какие-то игры. Для меня просто главное не продать дома, получить комиссионные, а заработать с клиентом на всю жизнь. То есть, у меня очень многие клиенты, с которыми я работала два раза, три и даже четыре иногда, то есть, мы там и продавали, и покупали, и они меня потом своим родственникам рекомендуют. Есть клиенты, которые стали вообще моими друзьями, и мы постоянно вместе куда-то ездим, отмечаем праздники вместе. Вот, когда, тогда уже и работа получается, не то, что как хобби, но нравится тогда, когда тебе нравится то, что ты делаешь, и у тебя хочется это делать больше. Да, конечно. Какие интересные навыки ты приобрела за те годы, что занималась? Риалтер, в общем, даже уже шутки в интернете ходят, что он все. И психолог, и маркетолог, и экономист, и юрист, и налоговый бухгалтер. И инспектор, абсолютно, и тот самый, кто там, строитель, инспектор, знаешь. То есть, в каждой сделке они все разные, потому что люди разные, недвижимость разная, и ты постоянно что-то учишь, постоянно что-то новое узнаешь. Поэтому, как бы, навыков, конечно, за 16 лет в бизнесе было приобретено очень много. То есть, я много выучила, что даже не касается самой продажи недвижимости, скажем так. За что ты больше всего любишь свою работу? Какие приятные сюрпризы она тебе преподносит? Ну, во-первых, мне нравится, что она не однотонная, не скучная. Я очень не люблю бумажную работу, хотя в этой работе очень много есть бумажной работы. Там кипы документов. Я не делаю документы. У меня есть человек, который делает документы. То есть, я делегирую это ему. Мне нравится, во-первых, что я не сижу дома постоянно, всегда какие-то смотрю интересные дома. Особенно есть клиенты, которые любят какие-то уникальные дома. И я пока там 5-10 домов им покажу, сама посмотрю. То есть, постоянно где-то езжу. Постоянно, опять же, мне очень нравится аспект рекламы и маркетинга в моей работе. То есть, я гуманитарий, не технарь. И мне всегда нравятся какие-то новые идеи, что-то придумывать новое, новые способы помочь людям. То есть, помимо самих сделок, мне нравится, что я могу доносить какую-то пользу людям, даже если они не обязательно купят дом со мной и не обязательно купят дом завтра. Очень приятно, когда люди пишут. Вот у меня на днях, например, девушка, которая вообще не мой клиент, просто написала, Катя, у меня тут течет кран, я не могу найти сантехника, тут выходные, дождь, никто не едет. Я говорю, у меня есть сантехник, который пришел на завтра, я ей починила этот кран. И она прям даже подарочек мне отправила домой. И мне было очень приятно, и ей было очень приятно, что я смогла ей помочь. Ну, из-за того, что у меня есть связи со всякими сантехниками, электриками. Ну и, конечно, то есть тот факт, что я сама себе сделаю расписание, хотя тут палка о двух концах. Как говорят, что не хотел работать в найме, ушел во фриланс. Не хотел работать в найме с девяти до шести, ушел во фриланс, и теперь я работаю 24 на семь. Ну, это как любой владелец бизнеса. Да, но с другой стороны, не знаю, все равно приятно, что все-таки я могу пойти на маникюр во вторник в два часа дня. Слушай, ну звучит просто не как работа, а как мечта. Но наверняка есть какие-то вещи очень тяжелые, неприятные. Не знаю, расскажи, может быть, про какую-то ситуацию, которая тебе запомнилась как самая неприятная? Ну, из неприятного, наверное, то, что все-таки я работаю сама на себя. То есть я не под брокером работаю, я уже сама брокер. У меня своя компания. Нету как таковых отпусков вообще. То есть даже если у меня есть ассистент, которого я здесь оставляю с лицензией, доверяю, и человек может за меня там все сделать, в любом случае, даже если я куда-то на три недели уезжаю, хоть это в Европу, в другом часовом поясе, не проходит ни дня, чтобы я или не думала про работу, или мне кто-то не написал сообщение, или мне не надо было ответить на e-mail. И мне кажется, пока я буду в недвижимости, это все будет до конца, до пенсии, до моей. То есть с этим как-то надо смириться, что ты будешь жить все время вот в этой работе. Вот. Ну и, конечно же, тут постоянно могут возникнуть какие-то моменты в сделках. Мы же не телевизоры продаем. То есть недвижимость – это самая большая инвестиция у человека, которая в Калифорнии здесь, например, миллион долларов может стоить. То есть это большие деньги. И поэтому нужно тут обязательно смотреть, чтобы на 10 шагов вперед думать, чтобы ты там чего-то не натворил, чтобы все было правильно подписано, чтобы все было правильно рассказано, доложено и так далее. Тут тоже бывают стрессы очень большие, когда ты не спишь ночью, не знаешь, как решить какую-то ситуацию. Может быть, можешь рассказать про какую-то ошибку, которую ты совершила на заре своей карьеры, и которая тебя чему-то научилась? Ну, на заре, на самом деле, таких прям серьезных ошибок фу-фу-фу, с моей стороны, не было. Никогда по судам я не ходила, и, надеюсь, Энди до этого не дойдет. Ну, не знаю, если прям какие-нибудь глупые ошибки. Вот помню было, что показывала дом клиентам, и мы пошли на задний дворик, и дверь у нас захлопнулась. А дом был в Сан-Франциско, и там было три забора по бокам. То есть нельзя было выйти на улицу. А я ключ в доме оставила. К счастью, что у меня был телефон, я позвонила агенту, и тоже очень повезло, что агент жил там неподалеку и был свободен. Он приехал, нас открыл. Но было как бы очень немножко не по себе, что сейчас я или дверь держу все время, или проверяю, чтобы не захлопнулось, или ключ всегда при себе держу. Были ситуации с какими-то клиентами, не знаю, сумасшедшими, грубыми, неадекватными? Ну, конечно, были. Не знаю, если я могу еще сейчас про это рассказывать, про сумасшедших клиентов. Ну, не называя имен, разумеется. Ну, на самом деле, хочу сказать, что 99% всех моих клиентов просто котики. Прям всех люблю. Но все-таки да, конечно, за такое количество лет работы бывали люди, которые, не знаю, как-то у нас с ними не сложилось, а ты уже в контракте и выйти не можешь. Не знаю, есть люди, может, просто, которые на ровном месте могут создавать проблемы какие-то. И когда ты их пытаешься успокаивать, может, просто с самого начала нужно было, чтобы мы не работали вместе. То есть они мне не доверяли по какому-то, не знаю почему. Когда человек тебе не доверяет, или когда человек думает априори, что риэлтор – это как дилер, который машины продает, он всегда тебе врет, он всегда хочет тебе продать, ему лишь бы быстрее закрыть сделку. Вот когда люди так думают, очень сложно с ними, получается, работать. Потому что, что бы ты ни делал, они тебе не верят, им кажется, что ты им врешь. Но у меня была такая сделка, когда мы закрылись, и человек мне говорит, Кать, слушай, я вот думаю, ты просто хотела набить цену, покупатель это был. Ты хотела, чтобы я купил за больше деньги, потому что тебе больше комиссионных тогда доставить. Но на самом деле рынок был просто такой, что нужно было давать больше, чтобы что-то купить, потому что большая конкуренция была, то есть это не от меня совсем зависело. Он сказал, я хочу дом. Я говорю, хорошо, вот чтобы тебе купить дом, тебе нужно сделать это. Он это сделал, а потом начал жалеть, что я переплатил за этот дом. Я говорю, знаешь что? Говорю, давай с тобой через полгода поговорим, когда цены вырастут, и ты мне скажешь, жалеешь ты или не жалеешь. Через полгода, естественно, его дом там поднялся в цене, не знаю, тысяч на двести-триста, и, конечно, уже совсем был другой разговор. И мне тогда казалось, что я больше его не увижу, не услышу, потому что он настолько как бы недоверчиво ко мне относился. Но прошло уже много лет, и периодически мне там пишут с какими-то вопросами, чем-то им помочь, или можешь что-то там продать и купить что-то другое уже. Да, бывают и такие. Ну, поэтому я сказала, что главное, одной из главных черт, что ты должен быть спокойный и терпеливый. Потому что если попадаются такие клиенты, ты, конечно, не сможешь ответить ему так же, как бы не хотелось. Поэтому обсуждается с ассистентами при закрытых дверях. Расскажи, как выглядит твой день. Я понимаю, что день может длиться часов двенадцать, и, наверное, все время на связи. Есть ли какая-то система, например, там с восьми до девяти я читаю почту, с девяти до десяти, там, не знаю, записываю рилл для Инстаграма, дальше там, не знаю, поехала на сделку, там еще что-то или... Ну, вот хотелось бы, чтобы была такая система. Но когда ты на завтра что-то планируешь, одно, а потом тебе клиент вечером пишет, Катя, я там пять часов назад хотела смотреть дом, мне очень понравилось, а завтра надо уже давать оферы. И все. Все бросаешься, бежишь... Все поменять. Ну, приоритеты сразу меняются, да. Так вообще, то есть со временем я себе завела такое правило, что я сейчас на ночь отключаю телефон. Или просто, допустим, не знаю, в часов восемь я там, например, спать еще не ложусь, но перестаю отвечать на сообщения. Потому что одно было... Ну, перегореть можно просто вот так. Люди, например, там детей положат спать в десять вечера и начинают на Зиллу в домике смотреть, им что-то понравится, они тебе кидают, кидают, потом в двенадцать ночи они тебе все еще кидают. И вот у меня такая черта характера, я не могу не отвечать. То есть в том плане, что если они меня что-то спросили, мне всегда кажется, что если я не отвечу сейчас, я забуду и завтра не отвечу. И вот я себя приучила, что хотя бы после там восьми или девяти вечера, когда я уже там занята, смотрю кино или еще что-то, не отвечать, потому что потом уже дополнительные вопросы пойдут. И ты такой смотришь, уже одиннадцать вечера, а ты все еще с ними там общаешься. Вот, поэтому сделала право, выключаю телефон. А также утром тоже иногда там кто-то может тоже, дети проснутся там в пять утра, и человек начинает мне писать, потом, ну, и говоришь, ну, ой, Кать, я тебя на действии не разбудила, но ты потом ответишь, когда проснешься. Поэтому я выключаю телефон, утром просыпаюсь, и тогда уже начинаю что-то отвечать. А так день может совершенно быть, или я могу просто целый день в офисе работать, или у меня могут быть там какие-то разъезды, тут дом показать, там съездить, не знаю, замок забрать, там что-то еще надо сделать, и ты целый день, ну, к счастью, мы риэлторы, можем, в принципе, без телефона работать, с машиной везде, вот, то есть это спасает. Как вот это жалеет статистика, из твоих уст, ты еще из чьих-то, я слышала, что там 80-90% уходит из бизнеса в первые, там, не знаю, год-два, да? Да, есть. Как думаешь, почему это происходит? Потому что большая конкуренция, потому что агентов больше, чем нужно, или просто люди ломаются? Ну, вообще говорят, что 20% агентов делают 80% работы, и, да, сейчас, когда после пандемии у нас очень много новых риэлторов появилось, потому что такой же был же отдаш, дома все продавали, все процентная ставка низкая, все хотят купить, очень много покупателей, да, и сразу, ой-ой-ой, все начали смотреть, а потом раз, сейчас рынок затих, и сейчас мы увидим, мне кажется, вот в ближайший год очень много кто уйдет, потому что, когда рынок затихает, тебе нужно, наоборот, делать больше рекламы, больше маркетинга, а если твой бренд, твоя узнаваемость еще как бы не сформировалась, то это нужно намного больше все это делать, и не у всех людей есть терпение, не у всех людей есть бюджет на это, потому что это же не бесплатно тоже все, вот, и поэтому, наверное, и уходят, потому что, ну, трудно, на самом деле, клиентов не так просто, находить, особенно в начале, когда ты еще не понимаешь, что происходит, и как сделки делаются. Как удержаться на плаву, какой у тебя рецепт? Ну, вообще, если ты новый агент, то мне кажется, лучшее решение это пойти устроиться ассистентом к брокеру, например, так сделала я в свое время, я пошла работать ассистентом к брокеру, 9 лет мы с ней проработали, она стала моим ментором, очень много у меня научила, я ей благодарна, потом я стала сама брокером и ушла от нее, но мы до сих пор общаемся как родственники, она как мама моя вторая, вот, то есть, ну, и, естественно, все сделки, так как у нее было много сделок, и я это все видела и училась на этом, потом я себе, например, наняла ассистента, тоже девушка, которая только недавно получила лицензию, и так как у меня много сделок и все они разные, естественно, ты каждый раз вот чему-то учишься и понимаешь, как это все происходит, наверное, вот это самое, самое главное, чтобы ты сразу видел, как другой человек делает сделки и как тень за ним ходил, наблюдал, смотрел, потому что до того, как я устроилась к ментору, я работала там в другой компании, где мне вообще ничему не учили, совершенно, и ты как такой совенок, не понимаешь вообще, что нужно делать. А как узнать, к кому пойти, по рекомендации или как? Ну, человек вышел на рынок, получил лицензию, вышел на рынок, да, вот там есть какие-то крупные компании, мелкие, куда пойти, куда пойти? Ну, я, например, когда искала ассистента, я объявления везде постила, может, по связям каким-то еще, есть, то есть я работаю сама на себя, бутик компаний это называется, то есть это не франчиза, это просто моя отдельная компания, у меня есть два человека, которые со мной в команде, ну, риелторы тоже фулл-тайм, то есть одна из них ассистент, вторая риелтор, и все. Но есть крупные компании, типа Keller Williams, XP, Compass, там, я так понимаю, тоже есть какие-то teams, team leaders, да, под которым ты можешь пойти, но я, если честно, никогда в корпорациях не работала, в таких больших компаниях, не знаю, как оно там идет, я знаю, что у Keller Williams компаний есть какой-то большой тренинг, там, чуть ли не двухмесячный, или даже, может, больше, где они там тебя все-все-все учат, уже после того, как ты получил лицензию, ну, этого тоже недостаточно, учиться можно только тогда, когда ты какие-то живые сделки наблюдаешь, только вот так можно понять, как происходит все. Ну, то есть нет какого-то готового, готовой рекомендации, что вот, мол, если поддержишь большую крутую компанию, там тебя точно научат, поддержку маленькую не научат, то есть тут все зависит от людей, к которым ты попадешь, грубо говоря, да? Ну, да, да, есть там некоторые, например, у которых, не знаю, родители риэлторы, ну, и ребенок пошел по стопам, и поэтому ребенок жил с этим всем, видел это все, и тоже, я так понимаю, ну, проще потом уже было в это все войти, ну, или там смотрят, как родители работают, их ассистентом сначала становится. Ну, я думаю, вот это проще всего, то есть понятно, что денег, конечно, не будешь сразу столько зарабатывать, если ты у кого-то ассистент. Правильно я понимаю, что ассистент не получает зарплату, он получает только комиссионные, то есть сколько продал, столько и получил. Ну, да, то есть у меня ассистент работает на, то есть я им плачу какую-то часть своих комиссионных, скажем так, то есть это не зарплата. Ну, мне кажется, что может, есть какие-то варианты, когда можно и на зарплату пойти, то есть есть, наверное, разные виды, как быть ассистентом, то есть зависит, наверное, от брокера и кто именно им нужен. Если, может быть, если там ассистент, который работает только в офисе, там, с 9 до 5, так, может, тогда это идет на зарплату. Можно ли совмещать, вот ты начинаешь, как бы, карьеру в агенте по недвижимости, да, еще ничего не умеешь, никаких клиентов у тебя нет, у тебя ничего не продается, то есть дохода нет. Можно ли заниматься этим, не знаю, по выходным, например, а в будни там, не знаю, в магазине на кассе стоять, чтобы было на что жить? Ну, да, в теории можно, но на практике я не думаю, что ты построишь карьеру риэлтора, если ты будешь на полставки работать риэлтором. А на что жить тогда в первое время, пока ты... Хороший вопрос, или если... Ты на что жила? Если супруг получает какие-то деньги, да, или свои сбережения. Ну, я жила, потому что, я же говорю, я устроилась тогда ассистентом к брокеру, и так как у нее было много сделок, и я получала процент от каких-то ее сделок, то есть у меня хватало. А потом, когда я уже была достаточно смелая там, чтобы свои сделки, то есть там у меня уже был другой сплит, как это назвать, то есть, по-другому уже делили там, да, на комиссионные. Есть мнение, что риэлтор исчезающая профессия, сейчас появляется куча всяких приложений, у меня лично тоже был опыт, мы когда искали жилье в аренду, то есть, нашли жилье, нам прислали ссылочку, сделали там ID-чек, да, проверили, соответственно, сказали, где лежит ключик, какой там код, мы зашли, посмотрели, то есть, ни с кем, с живыми людьми не общались, только онлайн, то есть, в принципе, никто нам не ходил, ничего не показывал, как считаешь, вообще, какие перспективы у этой профессии? Я считаю, что, если мы говорим про продажу недвижимости, показ дома, это вообще 2% моей работы, если не меньше, то есть, показывать дома, это не то, что я делаю, что делает риэлтор, помогает человеку почитать все отчеты инспекции, например, сказать вообще, на что обращать внимание, красные флаги какие-то, где, что читать, если он получает там 300 страниц отчетов, потом мы составляем стратегию, какую цену давать, а если что-то пошло не то, в середине сделки, что делать, а могу ли я выйти из сделки, а надо ли выйти, или мы ведем переговоры с другой, с другой частью, там с продавцом, да, например, и что-то решаем, я не знаю, если человек захочет покупать свою или продавать свою самую большую инвестицию в жизни без помощи, то есть, ну, в теории, человек может выучить это все сам и продать, но проще же может заплатить кому-то и сэкономить время, стресс, да, и деньги тоже, то есть, если ты продаешь дом сам, это же уже доказанный факт, что если ты нанимаешь риэлтора и платишь ему комиссионы, ты все равно в итоге сэкономишь деньги, потому что риэлтор может продать дороже, чем ты сам можешь продать, а если ты сам продаешь, опять же, а ты знаешь, какие отчеты нужны предоставить покупателю, какие инспекции делать, а что чинить, а что не чинить, ну, то есть, там еще много таких нюансов, плюс, может, психологически еще какой-то тоже нюанс, что, а какой дом лучше купить, а этот или тот, а может лучше квартиру, то есть, все эти вопросы может риэлтор проконсультировать. Да, технологии у нас появляются, конечно, раньше и Зиллоу не было, и Редфина не было, и человек мог получить информацию о какой-то недвижимости только от риэлтора. Вот, сейчас это все уже есть в открытом доступе, но это все равно недостаточно, чтобы купить дом, то есть, ты когда покупаешь дом, а ты уверен, что человек продает этот дом без каких-то скрытых долгов, там, или еще что-нибудь такое, или что там, не знаю, трещина фундамента, а продавец скрыл об этом, то есть, а как мне узнать? Много нюансов, которые технологии не подскажут, скажем так. Может, да, то есть, мне кажется, в будущем этот процесс может быть быстрее, сейчас это месяц занимает, это долго очень, но я не думаю, что риэлторы прям вообще исчезнут. Какие есть смежные профессии вот для эмигранта, который рассматривает для себя эту сферу, какие есть смежные профессии? Я знаю, что есть лизинг-эйджент, это те, кто занимается только сдачей в аренду, да, а property management, это типа, как вот, Vakasa, или там Airbnb, да, имеют, ну, ухаживают за чьей-то недвижимости, скажем так, и сдают там, и берут аренду. Можно заниматься финансированием, ипотеками, да, это как ипотечный брокер. Это надо, видимо, уже иметь какие-то деньги для этого, а мы говорим про человека, который вот недавно приехал, у него, в общем, не то чтобы не гроша с душой, но около того. Ну, честно говоря, не знаю, то есть, ну, окей, можно же пойти работать оценщиком, аппризал, то есть банк, если человек берет ипотеку, то банк тогда должен оценщика отправить на какой-то объект. Ты, если там, не знаю, оценка стоит сейчас долларов 700, ты в день можешь, ну, две, например, сделать. Но я, правда, не знаю, сколько ты с тех 700 долларов отдаешь банку, вот, ну, потом ты можешь работать нотариусом, например, да, это тоже, это же все, если ты рефинансируешь или покупаешь, продаешь, тебе нужно с нотариусом подписывать документы, то есть это смешно. Ну, там язык, наверное, хороший нужен. Ну, наверное, язык, да, ну, escrow, есть же еще title company, escrow company, то есть это компании, которые занимаются оформлением сделки, там, регистрации, передачи собственности, там, цифры считать, вот это все. Ну, английский тоже, думаю, да, конечно, нужен. Может, appraisal, оценщику не обязательно, там, цифры. Мне кажется, да, оценщик, он, наверное, наименее. Анализ, просто именно, да, такое можно делать. Хорошо, что бы ты порекомендовала иммигранту, который выбрал для себя эту сферу, рассматривал для себя эту сферу, да, на что обратить внимание, может быть, как себя оценить, применить к этой сфере, стоит ли туда идти, не стоит ли туда идти. Ну, есть люди, у которых прям душа горит, они хотят работать с людьми, они хотят продавать недвижимость, просто надо знать, что, как бы, здесь, опять же, сделки, сама вот эта транзакция, это, наверное, ну, процентов 20, а остальные 80 процентов это маркетинг. И вот тебе нужно просто знать, как бы быть специалистом, не бояться, не стесняться рекламы и маркетинга. Вот, а маркетинг – это миллион разных способов. Опять же, от того, что ты там стучишься по району, в дома, там какие-то открытки отправляешь, до видео, до, ну, там миллион способов. Просто нужно найти тот, который тебе нравится и который ты хочешь делать и будешь делать долго, много и постоянно. Потому что, если тебе что-то не нравится, вот, например, эти холодные звонки, это для меня, это просто застрелится. Если бы я это каждый день делала, я бы, наверное, из бизнеса ушла бы через полгода, наверное. А есть люди, которые абсолютно нормально с этим, эти холодные звонки, там каждый день, не знаю, сто звонков они делают. Мне кажется, холодные звонки вообще не продают ничего и никогда. Ну вот, так на всяких форумах я там пообщаюсь и многие оказываются и холодные звонки делают и вот эти door knocking, когда ты по району ходишь, там, стучишься в двери, визитки свои раздеваешь, это я тоже не могу. Вот, я, ну, то есть надо найти тот способ, который нравится. А если не нравится, то есть мой вид рекламы, это вот видео, соцсети, вот такого рода. Вот это я могу делать вот круглосуточно и доносить людям пользу через, вот, через экранчик. Ну, то есть я так понимаю, что если человек не креативен, если человек интроверт глубокий, да, то, наверное, ему будет тяжело. Ну, я интроверт на самом деле, то есть я очень не люблю всякие там дни рождения, вот какие-нибудь вот housewarming, по мне столько раз постоянно клиенты зовут на новоселье, я не знаю, наверное, по пальцам можно пересчитать, на сколько их новоселье. Эх, я была. Вот, ну, нет, интроверты тоже могут в этом бизнесе, а запросто могут. то есть надо найти просто свою эту жилку, свою эту креативность, да, тут вот маркетинг, где ты можешь преуспеть и где тебе нравится будет это делать. а так, ну, то есть иммигрантам, что еще хочу сказать, что это, если со стороны кажется, что там все риэлторы, не знаю, миллионеры там, и деньги с неба сыпятся, и тут открыл, все, что ты делаешь, это открываешь дома, показываешь, это совсем нет, это много, много, очень много работы, работы по вечерам, работы по выходным, работы из отпуска, то есть даже если я могу, как я говорю, во вторник в три часа пойти сделать маникюр, да, но я потом в субботу и воскресенье буду работать, или дома показывать, или open house делать, или делать какие-нибудь по маркетингу какую-нибудь работу тоже, вот, то есть, ну, эта работа должна нравиться, если она не нравится, ты, ну, не выживешь. Как для себя вот человек начал заниматься, и у него не получается, да? Как ты считаешь, есть ли какие-то показатели, что человеку надо бросить этим заниматься, что это не его? Хороший вопрос, это даже не было, если не знаю тогда, сколько времени должно пройти. Ну, наверное, нужно разные способы рекламы, опять же, попробовать, маркетинга, да, и если уже вообще ничего не нравится, ну, плюс, к счастью, сейчас же, так как у нас теперь интернет есть, да, и все, когда я в бизнесе была, не было ж ни фейсбука, когда я вошла, ничего этого не было, а сейчас есть все, и по ютубу миллион разных видео, которые можно посмотреть с идеями, бесплатно, есть и разные коучи, тоже, которые бесплатно помогают, я думаю, когда ты вот это все попробовал, и все равно тебе не вставляет, тогда уже надо, наверное, понять, что может это, да, не твое, но это будет сложно, первые года, раз по статистике столько риэлторов уходит из бизнеса, они не все, конечно, справляются. Спасибо большое, было очень полезно. Пожалуйста, всегда рада. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.